Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Несколько месяцев мне в компании оказывал внимание молодой человек. Начал провожать, потом общение начало нарастать. Ничего от него не требовало, предложения о встрече были только с его стороны. Сейчас написалось, что не готов к серьезным отношениям, так как у него уже был неудачный опыт. О чем это говорит? Зачем тогда ухаживал? Неужели просто? Просто так. Продолжаем общаться в общей компании. Бывает ли что произойдет изменение мнения? Такой вот вопрос мы здесь имеем. Ну, смотрите. Здесь в первую очередь на что хочется обратить ваше внимание, это, пожалуй, на то, что в тексте у вас практически отсутствует силы. То есть, если честно, то как бы вас вообще нет. То есть нет ни вашей реакции, нет ни вашего восприятия, нет ваших чувств, ваших целей, вообще вашей позиции нет. Только лишь чувствуется, вот, какое-то небольшое, может быть, разочарование от того, что молодой человек, ну, условно говоря, сделал шаг назад, да, чувствуется. Чувствуется, может быть, какая-то обида некоторая, но в основном разочарование ощущается. И все. Больше ничего нет. И вопрос, который вы задаете, он ведь про молодого человека. То есть вы спрашиваете про него, зачем он тогда ухаживал. Вы спрашиваете про него, а может ли у него измениться мнение. И, если честно, то это те вопросы, на которые, скажем так, психологи предпочитают в большинстве своем не отвечать. Потому что это касается третьих лиц. Потому что это не касается вас. Потому что это является нарушением профессиональной этики. Конечно, можно гадать, можно гадать, почему молодой человек так себя вел. Можно сделать некоторые предположения. Но правда в том, что по большому счету все эти предположения будут лишь только усиливать одно ваше чувство. Это чувство неопределенности. Это чувство зависимости. Зависимости от, в данном случае, молодого человека. От его решения. Тогда как гораздо более конструктивнее было бы вам обозначить свою позицию. Ну, например, спросить себя. Хочу ли я быть такой, допустим, пассивным. Да? Устраивает меня такая позиция. Позиция, по большому счету, принимающая страны. Дело в том, что если подобная позиция принимающей страны вас устраивает, то я бы сказал, что необходимо быть готовым к тому, что люди, в частности, молодые люди, действительно будут вам давать вот такой вот фидбэк. Такую вот обратную связь. Потому что очень часто подобная пассивность может восприниматься как незаинтересованность. Даже если это на самом деле не так. Поэтому здесь вам необходимо для себя определиться с тем, какой же я все-таки хочу быть. Да? И иметь в виду, что не все машины готовы, ну, как бы, постоянно проявлять, да, инициативу, скажем так. Вот это не хорошо, не плохо, это в данном случае просто, просто факт. Это просто факт. Вот. Поэтому в этом смысле, как бы, как вам дальше себя вести, в этом смысле, что вам делать, в этом смысле решить это можете, вероятнее всего, только вы сами. Никто, никто, кроме вас, этот момент не решит, да. И если вам, например, чего-то от молодого человека, допустим, хочется, если вы в чем-то в нем нуждаетесь, вот, если вы чего-то от него хотите, то, ну, наверное, имеет смысл ему как минимум об этом сказать. То есть сказать о своих чувствах, о своих ожиданиях и, может быть, даже о значении того, что он делает. Потому что человек так устроен, что, ну, в одной и той же действии, в одни и те же поступки люди вкладывают, скажем так, разные смыслы, разные значения и придают этому, как бы, разный смысл. И чтобы не оказаться в какой-то степени у ловушки, того, что, например, ваши, ну, ожидания не оправдались, да, например, вот, чтобы не оказаться в такой неприятной достаточно ситуации, в этой ситуации необходимо, как бы, прямо заявлять о том, чего вы хотите. Необходимо прямо говорить о том, что вам нужно. Здесь вы этого не сказали, здесь вы рассчитывали, что молодой человек, человек, ну, сделает, вероятно, все за вас, вот, и вы рассчитывали, что, возможно, так будет всегда. Вот, и, соответственно, когда молодой человек сделал шаг назад и, условно говоря, подумал о себе, вот, неважно в каком контексте, неважно, хорошо это или плохо, он просто подумал о себе, вот. Когда молодой человек о себе подумал, вы почувствовали себя брошенной и разочарованной, вот. Таким образом, необходимо принимать и осознавать ответственность, что если вы выступаете, вот в такой достаточно, ну, пассивной роли, то люди на другой стороне могут вполне себе подумать, что вам это просто-напросто не нужно. Вот, то есть это и называется личной ответственностью. В данном случае, шагом, таким хорошим шагом шагом к тому, чтобы увидеть свою ответственность, могло бы стать замечание, замечание, констатация того, как вы восприняли или как бы вы восприняли тот факт, если бы мужчина просто за вами бы ухаживал. Ну, то есть вот он просто за вами ухаживал. Просто так. Вот. Вот как, как, как бы вы, да, к этому отнесли, например. То есть хорошо бы вы к этому, к этому отнеслись или не очень хорошо. Понравилось бы вам это или нет. И здесь речь идет не о том, что вам должно нравиться и вы должны все принимать. А здесь речь идет о ваших конкретных чувствах и о том, чтобы опираться на это в продвижении своей позиции. Вы задаете вопрос, может ли меняться мнение. Да, мнение, конечно, меняться может. У любого человека может меняться мнение. Это нормально. Могут меняться потребности. Это тоже нормально. Но вопрос здесь в том, как мне кажется, готовы ли вы ждать? Вопрос здесь в том, готовы ли вы ждать, когда у молодого человека мнение изменится? Ну, в том смысле, что оно может быть и не изменится, оно может и остаться таким же. Понимаете? И вот это, пожалуй, самый главный момент. То есть, если вы готовы ждать, но при этом без какой-либо гарантии, без какой-либо гарантии того, что молодого человека изменится мнение, то ждите, может быть, оно поменяется. Если вы ждать не готовы, а вам для этого придется поставить в свою жизнь условно говоря на паузу. Вот. Если вы ждать не готовы, то, наверное, лучше все-таки в этом случае не ждать. Потому что вы можете так ничего и не достаться. Может показаться, вам может показаться, что я отношусь негативно к пассивной позиции. Ну, вашей и так далее. Но на самом деле нет. Я не отношусь к негативной. Я больше здесь говорю о том, чтобы вы сами для себя с этим определились. Опять, странно получается. Молодой человек к вам проявляет инициативу, вам ничего не обещает, а вы говорите неужели можно общаться и ухаживать просто так? Ну, вот можно получается, раз он это делает. Можно. Только только вы оказались к этому не готовы. Видимо. Потому что так может. И опять же, визуальный момент заключается в том, что что вы и не должны быть к этому готовы. Ну, в смысле вы не должны? Если вам что-то не нравится, если вас что-то не устраивает, то вы и не должны. Но об этом нужно заявлять. Об этом нужно говорить. Понимаете? Если вы этого не делаете, то люди будут делать просто все, что хотят. А вы будете каждый раз находиться в позиции такой вот зависимый, такой вот может быть, несправедливо заобещанный девушке. Я думаю, что это то, чего бы вам хотелось. Я думаю, что совершенно очевидно, что вы достойны большего. Но для того, чтобы это получить, необходимо что-то для этого делать. То есть, если вы, к примеру, да, если вы, к примеру, хотите чего-то, да, ну, просто чего-то вы хотите, то хорошо, дайте молодой человеку об этом понять, узнать, если вы чего-то хотите. Если вы чего-то не хотите, хорошо, дайте молодому человеку опять же понять, что вы этого не хотите. И, в общем, это вам все. Понимаете, да? Я думаю, что примерно, примерно такой ответ вам можно здесь дать. Ну, и в качестве, наверное, бонуса небольшого, я постараюсь ответить вам на ваш вопрос, сказав, вырезать свое мнение по поводу молодого человека. Мне кажется, что в данном случае имеет место быть попытка скомпенсировать некий негативный опыт мужчины. Ну, то есть, у него был негативный опыт какой-то, опыт был, судя по всему, достаточно болезненный, достаточно травмирующий его, и он попытался это как-то вот в данном в случае компенсировать. Может быть, ему нужно было увидеть, что вы им заинтересовались, и судя по тому, что вы описываете, я бы сказал, что у него в целом это получилось, то есть, у него получилось, что называется, вызвать у вас интерес, вот, и как только он увидел, что вы ему интересны, точнее, он вам интересен, как только он это увидел. Ну, в общем и целом, из отношений он предпочел выйти, потому что страх так просто к сожалению не уходит. И здесь опять же хочется сказать, что с вами сыграло злую шутку, с вами сыграло злую шутку то, что вы не обозначили свою позицию, злую шутку то есть, вы не сказали им, вот, окей, ты за мной ухаживаешь, да, но для тебя это как просто развлечение или что, потому что, например, я на развлечение время тратить свое не готово. Вот, в принципе, то, что вам, на мой взгляд, нужно было сделать. поскольку этого не сделали, то молодой человек подумал, что в порядке все хорошо. Вот. И, в общем-то, просто реализовывал свои интересы. вот, как-то так. Еще хотел бы, несмотря на то, что я уже об этом говорил, мне бы хотелось еще раз сказать о том, что очень важно для вас определиться с тем, как вы относитесь к ухаживанию просто так. Потому что если вы себя чувствуете какой-то использованный, брошенный, негативный, ну, как-то негативный, если вы себя чувствуете в этом, в этой ситуации, то это может стать хорошим вопросом на психотерапе. потому что многие отношения, практически все, начинаются именно с просто так. Люди, начиная отношения, очень редко знают, какими они будут. А если знают, то это скорее негативный моменту, нежели чем позитивный. Почему? Потому что в таком случае у людей появляются надежды, у людей появляются ожидания, у людей появляются видения, видения как отношений самих по себе, так и в общем-то себя и человека. А это не совсем корректно, потому что эта история может меняться. И эта история может меняться очень и очень круто. То есть она может кардинально меняться. Если этому не уделять внимания, если на это не обращать внимания, если это игнорировать, то мы ограничиваем свободу как нашего партнера, так и самих суда. Я не думаю, что это конструктивный путь. Да, это путь неопределенности, конечно же. Да, это путь, конечно же, в общем-то, ненадежности, вне всякого сомнения. Но, по моему мнению, это тот путь, который может сделать человека счастливым, может сделать его отношения счастливым. Вот. С моей точки зрения, альтернатива этому, а именно контроль, куда как энергозапратнее, куда как хуже, куда как менее гуманнее, по отношению к себе и партнеру. Естественно, вы можете быть со мной не согласны. Естественно, вы можете считать, думать по-другому. Это важно. Право. Никто приубеждать вас не собирает. Я так уж по крайней мере точно. Но мое мнение как психолога с точки зрения моего опыта, с точки зрения моих ценностей, с точки зрения того, что я знаю, с точки зрения моей парадигмы, которой я нахожусь, это выглядит именно так. Если вам эта парадигма откликнулась, если вы хотите быть более активным, если вы хотите научиться говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, если вы хотите говорить о том, что с вами происходит, то вы всегда можете обратиться. Обратиться к любому специалисту, который есть у нас на сайте и на чат психотерапия. Не факт, что от этого ваша жизнь станет проще. Она не станет именно проще, но она станет куда более счастливее, она станет куда более интересной, она станет куда более насыщенной, чем сейчас. Вот это то, что я хотел вам пожалуй сейчас сказать. Вы большая молодец, что обратились за помощью. Вы большая молодец, что заговорили о проблеме. Вы большая молодец, что отлучили эту проблему. Но это только первый шаг. Первый шаг к ее решению. Первый шаг к решению ваших трудностей. А дальше следующим путем, следующим шагом будет индивидуальная работа. Конечно, если вам это интересно. Конечно, если вы этого хотите, если вы готовы меняться, если вы считаете, что вам нужно меняться. Вот примерно так я бы наверное вам бы ответ сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я очень надеюсь, что дал вам определенную пищу для размышлений. Я очень надеюсь, что вам есть в какой-то степени о чем подумать. Я очень надеюсь, что вы что-то для себя почерпнули. и буду вам благодарен так скажем за обратную связь. Это позволит вам начать работу над собой при условии если вы этого хотите. Я же в свою очередь желаю вам всего самого доброго я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация самым лучшим образом для вас будет разрешена. Ну а мы если что вам поможем.